Всем привет! Парламент принял закон, по которому мобильные переводы граждан будут проверять. И сразу же в обществе поползли слухи о том, что теперь все будет облагаться налогами. Некоторые предприниматели поверили фейкам о том, что проверки уже начались. Они уже отказываются принимать оплату переводом. Давайте разберемся, что происходит на самом деле. А самое главное, когда проверки начнутся и кого будут проверять. Поехали! Споров вокруг этого закона было много, и до его принятия парламентом. Проблема в том, что ни тогда, ни сейчас правительстве не давали четких разъяснений, как все это будет работать. Но логика в принципе понятна. Мобильные переводы действительно ушли в тень. И казахстанцы привыкли платить за товары и услуги этим способом. И предпринимателям это выгодно. Не нужно проводить доход официально и платить с него налоги. Так что в самом начале зафиксируем главную мысль. Каждый казахстанец обязан платить налоги. Неважно, каким способом он получает деньги с клиентов. Наличными, безналичным расчетом или переводом себе на карту. Также нужно помнить, что каждый платеж должен быть подкреплен фискальным чеком. Это важно и для клиента. Таким образом он получает доказательства того, что купил товар или заказал услугу. И в случае чего у него есть законные основания предъявить претензии к качеству. Но есть и другой вопрос. А куда уходят наши налоги? Насколько прозрачны бюджетные траты? К этому мы еще вернемся. Конкретно по новому закону важное примечание. Да, парламент его принял, но президент еще не подписал. Это значит, что пока ничего не изменилось. Да и поменяется не скоро. Во-первых, до 2023 года действует мораторий на проверки бизнеса. Хотя Министерство финансов, как мы помним, просит отменить запрет. Во-вторых, тут дело не только в новом законе. Говоря о мобильных переводах, сразу же на ум приходит банк Каспий. И там на днях рассказали, как все будет происходить. Для физических лиц, у которых нет бизнеса, ничего не меняется. Никто не запрещает им, как и прежде, совершать и принимать переводы в личных целях. Но нужно помнить, что в Казахстане поэтапно вводится всеобщее декларирование доходов. И по этому закону с 2025 года за физлицами будут наблюдать более внимательно. Нет ли в их финансовых потоках признаков предпринимательской деятельности? Об этом, кстати, говорил недавно вице-министр финансов Марат Султангазиев. Цитата. «Если вы эпизодически получаете деньги на свой день рождения от своих родственников, то в эту систему управления рисков вы никак не попадете. Если у вас день рождения будет каждый день и по пять раз, тогда это будет подозрительно». Тут, правда, снова нет четкой информации о том, что именно налоговики будут считать подозрительным. Какое количество переводов в месяц, какие суммы. Мы пока не знаем, будут ли эти критерии опубликованы. Если да, то стоит ожидать, что люди сразу же начнут искать пути обхода нового закона. А вот для ИП и руководителей компаний кое-что действительно изменится. По ним проверки начнутся раньше, с 2024 года. Новый закон определяет само понятие мобильные переводы. И как раньше, на свою личную карту они напрямую деньги получать не смогут. Для мобильных платежей нужно будет завести специальный предпринимательский счет. При этом никакие новые налоги не вводятся. Отчисления с переводов между физлицами платить не нужно. А бизнесмены будут платить те же налоги, что и при использовании других видов платежей. То есть в ближайшие два года все будет так же, как и сейчас. Никаких проверок и штрафов. Правда, повторимся. Налоги по закону все равно нужно платить. Неважно, грозит вам проверка или нет. Вот только далеко не всем хочется отдавать деньги государству. Мало кто понимает, на что именно они тратятся. На дороги, больницы, зарплаты учителям и медикам? Или на сомнительные проекты, которые с обществом не обсуждаются? А может еще хуже, оседают в карманах чиновников? Тут важно понимать, что уход от уплаты налогов, пусть и относительно небольших, это не только желание увеличить прибыль, но и результат недоверия к госаппарату. Кстати, о прибыли и доходах. Помните, мы как-то приводили заявление главы Назбанка о том, что инфляция в стране растет из-за того, что зарплаты казахстанцев становятся выше? И это действительно так. По крайней мере на бумаге. То есть в официальной статистике. За последний год покупательная способность зарплат казахстанцев выросла почти на 10%. Сейчас номинальная среднемесячная зарплата по стране составляет 243,7 тысяч тенге. Это на 19% больше, чем в прошлом году. Самая большая зарплата в Атыраусской области – 419 тысяч тенге. В реальном выражении рост за год составил 9,5%. Также в лидерах Мангистауская область, где люди получают 346 тысяч тенге. Это плюс 6,2% за год. А вот самая маленькая зарплата у жителей Туркестанской области – 181 тысячи тенге. Правда, рост тут значительный – 11,5%. Кстати, две эти области – Мангистаусскую и Туркестанскую – мы запомним. О них еще поговорим. Также были названы самые высокооплачиваемые профессии. Это работники финансовой и страховой сферы. Они получают почти 453 тысячи тенге в среднем. Кроме того, в тройке лидеров – научные и технические специалисты. 369 тысяч тенге и сфера информации и связи, где люди получают 331 тысячу тенге. Да, в целом это даже неплохие зарплаты. Однако есть люди, которые получают гораздо больше. И это чиновничий аппарат, на который тратятся бюджетные деньги. В том числе и наши с вами налоги. Причем деньги огромные – сотни миллиардов тенге ежегодно. По статистике в Казахстане, на каждые 44 человека приходится один государственный служащий. Но в большинстве своем у них зарплаты невысокие, меньше, чем в среднем по стране. Однако государственные топ-менеджеры получают более чем достойные деньги. Уже известно, что Акима Тараусской, Казлардинской и Туркистанской областей получают почти 2 миллиона тенге. Недавно о зарплате спросили и главу Магистаусского региона Нурлана Нугаева. Правда, он попытался уйти от ответа журналиста. Цитата. Данный вопрос интересует многих. Почти все мои коллеги, которые выступали на этой площадке, они озвучили. Моя зарплата, созвучная их зарплатам. Есть определенная тарифная сетка, согласно которой я получаю зарплату. Правда, какой смысл был скрывать сумму, если позже ее озвучили в пресс-службе Акима? Этот комментарий тоже процитируем. С учетом 22-летнего трудового стажа Аким Мангистаусской области Нурлан Нугаев в месяц получает 1 миллион 977 тысяч 890 тенге. Кстати, не случайно в Акимате упомянули большой трудовой стаж. Акимом Мангистау Нугаев стал недавно, в сентябре этого года. То есть в массовом падеже скота, который произошел этим летом из-за засухи, его вроде винить нельзя. С другой стороны, успел ли Нугаев отличиться настолько, что ему повысили зарплату до 2 миллионов? Нужно предположить, что зарплаты повысили всем Акимам, но это не так. Аким Павлодарской области, Аблкаирскаков, рассказал, что по-прежнему получает 960 тысяч тенге. Однако он уточнил, что по итогам года будет перерасчет. Видимо, от коллег он после этого сильно отставать не будет. Выходит, такое совпадение. Мы уже озвучили, что самые высокие зарплаты в Атараусской и Мангистаусской областях. И как раз по этим регионам известно, что там Акимам в 2 раза повысили зарплату. Конечно, это на статистику никак не влияет. Но примерно так и складывается средняя зарплата. Кто-то получает много денег, а другим едва хватает на еду. Но в среднем все живут неплохо. С Туркестанской областью ситуация еще интереснее. Регион самый бедный, а зарплата Акима такая же высокая, как и в других областях. Сам Омирзак Шукеев уже это комментировал. Он говорил, что размер его зарплаты устанавливает правительство. И он не зависит от того, сколько зарабатывают люди в регионе. Вроде и логично, но все равно как-то несправедливо получается. Но Туркестанская область, в принципе, уникальный регион. В него сейчас вливают огромные деньги. На 2021 год было выделено более 200 миллиардов тенге. Это самый большой показатель по стране. Для сравнения, Нур-Султан и Алматы получили в 1,5 раза меньше. А Тараусская область в 4 раза меньше. На что тратятся эти деньги, точно сказать нельзя. Что первым приходит на ум? Вот лично мы вспомнили, что в Туркестане недавно открыли крупнейший в Центральной Азии многофункциональный туристический комплекс Керуен-Сарай за 87 миллиардов тенге. Правда, построен он был на инвестиции, но половину денег выдало государство через Банк развития Казахстана. Оправданы ли эти вложения, в то время как в регионе самые низкие зарплаты и куча социальных проблем? Тут мы возвращаемся к ключевому вопросу. Насколько рационально расходуются государственные деньги? Соответствует ли качество работы чиновников их высоким зарплатам? Вспоминая тему с мобильными переводами, вывод напрашивается сам собой. Несмотря на то, что шаг с проверками предпринимателей логичный и направлен он на соблюдение законов, очевидно, что государство нуждается в дополнительных источниках дохода. Да, пополнить казну из наших карманов самый простой путь. При этом принципиально новых налогов нет, но отчислений точно станет гораздо больше. Хорошо это или плохо? На этом вопросе круг замыкается. В теории хорошо, богатая государственная казна дает нам подушку безопасности и новые перспективы. На практике все немного по-другому. Есть ли гарантии, что этими перспективами мы сможем воспользоваться? Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Может быть у вас есть конкретные примеры того, как нерационально расходуются бюджеты в вашем регионе, городе или районе. Давайте вместе задавать неудобные вопросы государству, чтобы оно начало работать лучше. А на этом все. Прощаемся с вами до следующего выпуска. Пока! Продолжение следует... Продолжение следует...